Какие советы молодым выдать? Ну, слишком избалованным, изнеженным, да, вот я про себя могу сказать, раз вы говорите, что нужны конкретные примеры, что я считаю, что мне в этом смысле несколько раз повезло, потому что, во-первых, я родился в этой стране в общем в довольно страшное время. Мой год – это год рождения, год Великого Перелома. То есть я родился в тот год, когда Сталин приобрел абсолютную личную власть. Что крайне важно было, между прочим, конкретно для моего отца, потому что у него были сложные отношения с остальным, но, в общем, по моего отца желанию как-то они порвали, а при этом до этого были в каких-то отношениях. Поэтому это было существенно, оказало влияние, соответственно, и на всю нашу жизнь, моей семьи. Но дело даже не в Сталине, а вообще вот мне повезло, потому что я жил в этой довольно трудной стране, которая уже тогда управлялась государственной безопасностью. Я думаю, что основное, что было, это именно не партия. Зря, по-моему, очень ругают коммунистическую партию, потому что в нее входили иногда и неплохие люди, например, на фронте. Лотман вступил в партию. А что было делать? Немцы наступали. А вот что страшно было, это КГБ. И КГБ остается. Оно осталось при Ельце. Я считаю, что это его большая ошибка была. Ну, а дальше, вы сами знаете, могу вам не объяснять. Вот я думаю, что то, что надо было прожить вопреки им, в обстановке, где все-таки, ну, я честно вам скажу, что что было самой трудной мыслью и что приходилось взвешивать. А что будет, если начнут пытать? Потому что я так хорошо понимал, что, ну, просто допрос – это пустяки. Да, и вообще все предыдущие способы воздействия, которые отчасти мне пришлось испытать, меня не арестовали, но там какие-то формы гонений нормальные для тогдашних вольнодумцев, интеллигентов я на себе испытал. Но вот сложная проблема, как ты будешь реагировать на пытки. Это связано с одной очень существенной, по-моему, проблемой. Ты сам можешь себе все, что угодно позволить, но думай о других людях, потому что, что опасно, я считаю, что это не все понимали тогда. А я старался понимать, но вот, слава богу, мне не пришлось непосредственно на себя испытать. Но очень важно не оказаться в ситуации, где ты много других людей подводишь из-за того, что ты заранее не рассчитал свои силы. Вот это, мне кажется, очень важно. То есть нужно, ну вот степень риска нужно оценивать и понимать себя по отношению к этой степени риска. Ну а другим людям прощать то, что они иногда не выдерживают. Мне кажется, что здесь абсолютная такая жесткость не нужна, потому что, ну, люди по-разному устроены. Есть люди, которые не выдерживают испытания. Но в принципе испытания надо выдерживать. Второе, чему я, в общем, благодарен, обозреваю жизнь, это испытание болезнью. Понимаете, так получилось. Вот я был благополучный мальчик в очень благополучной семье. Время было ужасное, вот коллективизация, голод по всей стране, да. Мы жили, конечно, очень хорошо, очень обеспеченно. Ну, как какой-то вообще верхний слой тогдашних людей, которые были нужны зачем-то, да. И я наслаждался жизнью вместе со всеми. Жизнь была вся в движении. И вдруг я заболеваю, и представьте, меня укладывают на два года лежать привязанным. Руки и ноги вместо гипса привязаны вот здесь, на этой террасике, я говорил, или в лесу. Ну, общее правило, я думаю, такое, что мы должны смотреть на жизнь как на последовательность испытаний, которые надо все переносить, понимая, с одной стороны, что вы не должны поддаваться унынию, все преодолимо, у человека от рождения очень много сил, и поэтому надо просто мобилизоваться. Но, с другой стороны, понимать, что это очень нужно, что не нужно стремиться к жизни, которая была бы безоблачной. Вот это, пожалуй, очень важно для современной молодежи. Я чего несколько боюсь в молодежи? Я боюсь инфантилизма. Понимаете, наверное, у меня был избыток обратного, потому что для того, чтобы меня занять, когда мне было 7-8 лет, отец мне приносил массу взрослых книг, а потом я стал читать учебники моей сестры, которая была старше меня на 10 лет. Это может быть чересчур. То есть не обязательно всем стремиться быть вундеркиндами, но инфантилизм – это неумение принимать решения взрослого человека. Мне кажется, что испытания нужны для того, чтобы понимать, что такое жизнь. Какие бы вы могли подать советы молодым, но молодым там условиям? Знаете, во-первых, правильно оценивать ситуацию в своей семье, в своем доме. Потому что все-таки опыт не только мой личный, хотя у меня были, в общем, вполне внешне хорошие отношения с родителями, но тем не менее не только мой личный опыт, но опыт огромного количества людей вокруг убеждает в том, что, как правило, мы понимаем какую-то истину относительно своих родителей, их трудностей, их жизни, всего, что им пришлось испытать. Лучше все понимаем после их смерти. Нужно учиться делать это раньше. И это такой общий пример. На самом деле это касается вообще любых других людей. Просто родители – это те, с кем имеешь дело с самого начала. Жизни, да? Но вообще, в принципе, стараться понять трудности и проблемы другого человека, с которым ты имеешь дело. В семье, родители, потом там жена, дети, муж, если это речь идет о женщине. Так или иначе, ты должен учиться понимать, что это так же важно, как ты сам. Вот это очень трудно. Хотя к этому сводятся почти все главные… Нравственная сторона почти всех основных религий сводится по существу к этому. То есть основной принцип – не делай другому того, что ты не сделаешь самому себе. Это должно касаться отдельных людей, целых народов. Вот это такой общий вывод. Но каждый человек решает эту задачу отдельно для себя по отношению к окружающим людям. А многому ли вы жалеете в своей жизни? Вот о том, что, может быть, чего-то не сделали? Очень. Или наоборот, что-то сделали? Очень много. Да, огромное количество. Я считаю, что просто большая часть жизни прошла. Знаете, очень много занимался наукой. Буквально несколько лет. Вот приблизительно до того времени, как меня уволили из Московского университета. Хотя это, в общем, такая внешняя вещь – увольнение из университета. Но, тем не менее, так получилось, что я стал заниматься довольно много организацией науки, что сама по себе тоже нужная вещь. Но всё-таки… И потом стал заведовать. Это было такое большое несчастье. Я всю жизнь чем-то заведую. Сейчас я директор двух институтов здесь, в Москве, что вообще невозможно, при том, что я большую часть времени в Америке читаю лекции. А вы знаете, быть директором здесь – это значит, что я отвечаю за многих людей, которые нуждаются в том, чтобы я ходил. Зачем я нужен? Потому что у меня такое-то число титулов. Страна бюрократическая. Мои титулы нужны без меня. Я без того, чтобы я пошёл к какому-то начальству, эти люди там не будут получать деньги. Ну, масса всяких проблем, да. И надо пока оставаться. Хотя разум говорит, что всё-таки пора кончить. Что касается прошлого и эмоций, то основная эмоция по поводу прошлого, что я не сделал. Конечно, обвиняю отчасти режим, что он, знаете, чего не дал мне возможности развернуться по части педагогической деятельности. Потому что это я знаю, что я хорошо умею делать. И в хорошие времена и в разных странах, и в России прочёл какое-то количество хороших лекций. Но, конечно, мог сделать гораздо больше, и мог гораздо больше молодых людей подготовить. В этом смысле, ну, какие-то есть, даже очень известные учёные, которые меня учились, но всё-таки это вот незаполненная часть жизни.